Вы смотрите новости 24 на 6 канале в студии Юлии Кузнецова. Здравствуйте. Новые погибли и шестеро пострадали. Накануне в Везняковском районе произошло ДТП. На 293-м километре трассы М7 столкнулись две иномарки. В обеих легковушках было по 4 человека. Водитель Черри вылетел на встречную полосу и столкнулся с Киа. Больше всего досталось как раз владельцу Черри. Молодой человек 90-го года рождения погиб на месте. Даже участь постигла одного из его пассажиров. Остальные участники ДТП госпитализированы. Кто виноват в аварии, установит следствие. По предварительным данным, виноват все-таки погибший водитель Черри, допустивший выезд на встречку. У погибших берется кровь на анализы, если есть предположение, что он мог управлять автомобилем в состоянии опьянения. И уже в дальнейшем, в рамках уголовного дела, поступят результаты анализа. И тогда уже будет понятно, находился в опьянении. Нет. Что касается скоростного режима, то также необходимо произвести специальную экспертизу, для того, чтобы установить, с какой скоростью могли двигаться данные транспортные средства. Необходимо добавить, что в автомобиле Киа среди пассажиров был ребенок 2005 года рождения. И от тяжелых травм его спасло только детское кресло. Поэтому ГИБДД настоятельно просит не пренебрегать удерживающими устройствами. Между тем, в области увеличились случаи наезда на велосипедистов, причем несовершеннолетних. Только за прошедшее воскресенье в таких авариях пострадали трое детей. У всех травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГАИ просят родителей напомнить детям правила дорожного движения. Дети попросту за летний период подзабыли правила дорожного движения. В одном из случаев велосипедист ехал по проезжей части дороги и внезапно стал пересекать проезжую часть перед близко идущим транспортом. То есть не заботился о своем маневре. В результате и сам пострадал. Дети в окне. Такую картину могли сегодня наблюдать жители города Владимира. В окне восьмого этажа одного из домов по проспекту Ленина маячили фигуры двоих детей. Ребята открывали окно и практически полностью высовывались наружу, повергая прохожих в шок. Было понятно, что никого из взрослых в квартире нет. Прохожие позвонили в полицию. В УВД нам подтвердили, что детей оставили дома одних, без присмотра. Направлен был наряд нередомственной охраны, который там поблизости находился. Они позвонили в дверь квартиры. В двери подбежали ребятишки. Естественно, дверь они не открыли, молодцы. Поэтому полицейские через дверь им сказали, что ребята баловаться с окнами нехорошо. Одним предупреждением дело не ограничится. В данном факте проинформирован райотдел полиции и сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. Ему поручено выйти на родителей этих детей и провести с ними беседу. Кстати, только за 8 месяцев этого года в области погибли 28 детей. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Против звезд. Активисты одной из общественных организаций собирают подписи против приезда с концертом во Владимир группы «Ночные снайперы». Не понравилось Владимирцам не творчество рок-группы, а высказывание солистки Дианы Арбениной по поводу ситуации на Украине. И, как оказалось, это не первая звезда, чью поведение осуждают в нашем городе. Подробности у Алексея Сокова. Вот перед лицом Всевышнего попросить прощения за своих коллег, за тех людей, которые играют в рок-н-ролл, и которые почему-то вас до сих пор не поддержали в страшное для Украины время. В этих, казалось бы, безобидных словах солистки рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной активисты Владимирского отделения «Суть и времени» нашли поддержку киевской хунты. Именно такая надпись и красовалась на стендах, установленных на театральной площади. Общественники считают, что на одном из концертов в Киеве рок-певица поддержала украинскую власть и выступила против присоединения Крыма. За это общественники хотят не позволить рок-группе приехать на гастроли во Владимир и начали даже для этого подписи собирать. Среди первых подписавшихся, как неудивительно, председатель городского совета ветеранов. Он тоже против запланированного на 15 октября во Владимире концерта Арбениной. Правда, с творчеством певицы не знаком, да и подписывался раньше остальных. И тут главное не стиль, который придерживается на сцене Диана Сергеевна, а те слова, которые она говорит. Я ему показал все эти ссылки в свободном доступе в интернете. Он сразу высказал свое мнение. То есть претензии не к творчеству, а к человеку? Нет, творчество нас совершенно не интересует. Заинтересовали Владимирцев кричащие плакаты и вопрос, а нужны ли нам, мол, такие артисты? Дабы нагляден был протест, даже две колонки начертили «за» или «против». Правда, начало заполнения было неожиданным для активистов. Заметив враждебный крест в графе «нужны», сторонник «Сути времени» в сердцах два в ответ в другой колонке поставил. Свою и позицию жены так выразил. Человек, ну, если, например, считает вот те ценности, которые там сейчас преобладают, это правильно, но извините меня. Вопрос не о ценностях, а о концерте. Все-таки Диана Арбенина не с политическим сюда заявлением приезжает. Ну, понятно, ну, пускай выступает. Заявлено, что, да, не будет политической подоплеки, но что будет действительно происходить на концерте, мы не знаем. Подписи активисты продолжают собирать еще неделю, а потом направят их к губернатору региона, чтобы та посодействовала в отмене концерта ночных снайперов. Скандал с возможной отменой концерта разросся и до федерального масштаба. Арбенина в интервью Национальной службы новостей так прокомментировала шумиху вокруг гастрольного тура. В Мире частые гости, но там что-то случилось в головах у лидеров общественных организаций, которые меня вдруг стали упрекать в том, что я поддерживаю нелегитимную власть на Украине. Это полнейшая чушь. Я к политике не имею никакого отношения вообще. Концерт Дианы Арбенина и группы «Ночные снайперы» должен был состояться здесь, в областном дворце культуры. Буквально неделю назад вот здесь висела афиша с приглашением на концерт. Но сейчас, как видно, в ОДК Арбенину не ждут. А ждут серебряные трубы. Этот фестиваль духовых музыкальных коллективов и занял место, предварительно отданное ночным снайперам. Как заявил директор областного ДК, с прокачками Арбениной была лишь устная договоренность. Контракт с ними никто не подписывал. Я думаю, что они сделали некий фальстарт, потому что они, не заключив договор, организовали распространение рекламы. И какую-то часть билетов они уже успели там продать. И, кстати, хочу сказать, что у нас кроме этого концерта, у нас отменено еще два концерта. В итоге, как сообщает сайт рок-группы, концерт пока перенесен в арт-дворец. Но не повлияет ли на возможность его проведения еще какие-то обстоятельства, неизвестно. А вот еще одного, ставшего опальным за свою позицию по Украине рок-музыканта Андрея Макаревича, во Владимире ждут. Гражданский активист Валерий Пузанов приглашает лидера «Машины времени» на гастроли. Но... Прежде всего, он должен пройти сначала здесь недалеко психиатрическая больница, обследование. Потому что любой психиатр вам скажет, что вот это одно лицо. А потом член попечительского совета Владимирского централа приглашает Андрея Макаревича в тюрьму. Там Валерий Пузанов обещает рок-музыканту хороший прием. Диана Арбенина, Андрей Макаревич, Борис Акунин, Лея Хиджакова, Артемий Троицкий, Людмила Улицкая. Это только часть деятелей культуры и искусства, попавших в опалу за свои высказывания по поводу событий на Украине. Тем не менее, если обратиться к основному закону нашей страны, Конституции, то в 29-й статье сказано. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Алексей Соков, Константин Миронов, Александр Мажаров, 6 канал. Просьба скинуться в общий котел на капремонт домов не прихоть Владимирской области. Недобросовестная компания ремонтирует наши дома и близко не подпустит. Строительство Лыбецкой магистрали идет, но незаметно взор у владимирцев. Первый вице-губернатор области Алексей Конышев сегодня в Белом доме делает заявление на злобу дня. Их мы предлагаем вашему вниманию без комментариев. По оперативной информации, жилищный фонд на 1 августа был готов к зиме на 73,6%. Сейчас уже приближается, далеко за 80% перешло все это дело. Соответственно, котельные, тепловые, водопроводные сети, электрические сети, газовые сети примерно уровень такой же подготовки имеет. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы многоквартирные дома, собственниками которых являются, как правило, граждане у нас сегодня, более 80%, 90% квартиры приватизированы. Нет ни одной стране мира, которую собственники финансировали проведение капитального ремонта не за свой счет, а это все финансировало государство. Во-первых, таких денег государству просто не найти. Во-вторых, это было бы очень, наверное, несправедливо к тем, кто проживает в индивидуальных жилых домах, в сельской местности, где платятся налоги ничуть не меньше, а, пожалуй, даже и больше жителей за свои домовладения. Система отбора конкурсная достаточно жесткая. Мы специально прописали, чтобы исключить каких-либо недобросовестных фирм приход на этот рынок капитального ремонта. В частности, исключена предоплата, то есть если компания, сегодня у нас есть в области достаточное количество компаний, которые в состоянии иметь оборотный капитал, которые в состоянии выполнить работу, работаем, например, на бюджетных объектах, и, соответственно, профинансировать за счет собственных средств, а потом уже, сдав качественную выполненную работу, получить за нее оплату. Тем самым мы исключаем приход каких-нибудь жуликов, которые потенциально могли бы прийти только за предоплатой. Это уже притча в Языцах. Лыбинская магистраль, достаточно давно была начата часть ее работ, начиная с студеной горы. Теперь ведутся, вот уже приступили к переносу коммуникации, такая невидимая работа, на самом деле ее невозможно масштабно лицезреть. Приступили предприятия к переносу коммуникации, переносится и водопровод, и теплотрассы должны быть перенесены и к запроводу, и телефонные коммуникации. И, соответственно, уже так масштабно приступим к работе, потому как невозможно их начинать раньше, пока перенесем коммуникации, с весны следующего года. Значит, тоже сумма 1,8 миллиарда рублей в федеральном бюджете выделяется на эти цели, и позволит серьезно разгрузить центр города и вывести транзитный транспорт из-под него, который сдвигается в этом направлении. Спасали жизни для победы. В эту субботу в Коврове состоялся конкурс профмастерства среди работников скорой помощи. На вторые областные соревнования приехали и медики из других регионов. Составить конкуренцию владимирским врачам старались даже пермские доктора. Валерия Саенко оценила скорость сотрудников скорой. Чтобы стать лучшими, важно не просто жизнь спасти, действовать нужно грамотно. И пусть вместо человека сегодня манекен без признаков жизни, ошибок у бригады скорой быть не должно. За этим на этапе базовой реанимации слезят не только судьи. Все действия медиков фиксируют компьютер, ведь малейшая неточность может привести к трагедии. Одна мелочь. Не снято и вовремя жгут венозный при введении лекарственных препаратов. Неправильно проведение искусственной вентиляции легких. Можно даже, понимаете, во время массажа сердца сломать ребро так, что можно получить тампонаду сердца, то есть кровь изольется и сердце становится. Получить титул лучшей бригады можно только если пройти без ошибок все конкурсы. А на это претендует 14 команд. Здесь надо оказать помощь пострадавшему в ДТП и решить теоретические задачи. И даже вернуть человека с того света. Показать все свои навыки приехали не только медики, но и спасатели. Профессии у людей разные, но цель одна – спасти. Мастерство, как всегда, на скорой помощи у спасателей проявляется в быстроте реакции, точности движений, выполнении необходимых требований для того, чтобы помочь человеку. В принципе, все команды проходят, ну, спасатели за исключением, так скажем, расширенной реанимации, они без оборудования есть. У них немножко уже формат. Как раз реанимация – одно из самых сложных заданий и в жизни, и на соревнованиях. На работе Андрей сталкивался с такими ситуациями не единожды. Только вот не все зависит от него. Реанимация, вот она выглядит в идеале, вот так, как вы сейчас видели. А на деле фельдшерская бригада в городе Кольчугино на данный момент составляет один человек, то есть один фельдшер, один водитель. Поэтому базовая реанимация вот в таком объеме выполниться не может. Приходится все делать в одиночку и приходится длить, ну, и продлевается очень сильно время. Причина – нехватки кадров, отсутствие профессионального престижа. Молодежь во врачи идет неохотно. Вот и получается, что нагрузка на бригады только возрастает. Владимирские участники – исключение из правил. Яна и Станислав – скорые новички. Но их показатели уже в числе лучших. Вернуть к жизни пережившего клиническую смерть смогли быстро и, главное, без единой ошибки. А все потому, что работу свои фельдшеры любят. Вот только условия труда даже в областном центре оставляют желать лучшего. Много очень просьб, чтобы у нас станцию поменяли, ну, обновили хотя бы. Во-первых, нам желательно сделать два заезда в скорую помощь, чтобы машины выезжали с двух сторон. А условия, конечно, бы хотела, чтобы изменили. Потому что сейчас на станции скорой помощи нету кровати. Мы спим на полу. То есть, и так отдается маленький промежуток времени, чтобы отдохнуть, вот фельдшера. Ну, и то очень некомфортные условия. Поддерживают врачей неохотно. Уже вторые по счету областные соревнования организаторы проводят исключительно на спонсорские деньги. Валерия Саенко, Константин Миронов, Шестоканал. Лучшие овощи и фрукты – это те, что выращены своими руками. Владимире прошел праздник урожая. Садоводы и огородники представили на суд горожан все, что холили и лелеяли на протяжении этого лета. К слову, они не только показывали свой урожай, но и продавали. Дары лета оценила Карина Трошенская. В Суздальском районе вырастили тыкву весом более 20 килограммов. И это абсолютно натуральный и экологически чистый продукт. Галина уверяет, что уже давно в своем огороде не применяет никаких удобрений. А такого результата смогла добиться благодаря труду и плодородной суздальской земле. В огороде женщина трудится с мужем и детьми. Они выращивают овощи уже 18 лет. За это время их небольшой участок превратился в настоящее крестьянско-фермерское хозяйство. Все свое, да, все натуральное, все выращенное на нашей земле, суздальской земле. У нас всегда продажи хорошие, вот подтвердят даже покупатели. О нас очень давно знают, у нас уже есть постоянные клиенты вот даже. Так что нам предлагать, представлять свои продукции и не надо. Нас все и так уже знают. Гостям праздника скучать не пришлось. Здесь можно было не только приобрести натуральные продукты щедрого деревенского подворья, но и поучаствовать в насыщенной развлекательной программе. На фонтанной площади проводили мастер-классы «Народные умельцы». Каждый желающий мог раскрасить пряник, сделать деревянную или лоскутную игрушку своими руками. И людей посмотреть, и себя показать. И мастер-классы, игрушечки, что можно делать детям побыстрее, научиться своими руками. Чтобы они научились, попробовали, что у них получится, осмелели, не стеснялись. И чтобы в дальнейшем у них какое-то было, что они могут своими руками что-то сделать. Между прочим, овощи годятся не только для того, чтобы их есть. Участники выставки «Чудеса природы-2014» поразили гостей оригинальными подделками из овощей, цветов и фруктов. А особой популярностью пользовался птичий двор. На нем были представлены разнообразные породы домашней птицы и кроликов. А гости могли проникнуться духом русского быта. Я считаю, что это просто жизненно необходимо. Потому что, когда мы общаемся с природой, мы получаем то, что не можем получить ни в одном общении. Природа нас облагораживает, природа делает нас лучше. Природа – это то, откуда мы произошли. Поэтому я считаю, что очень хорошо, что мы можем своих детей привезти сюда и показать им хотя бы частично, каким образом общаемся с живыми организмами, с живой природой здесь. В этом году праздник урожаев в Центральном парке проходит уже в четвертый раз. И с каждым годом, как говорят организаторы, участников и гостей становится все больше. И неудивительно. Здесь можно попробовать натуральные продукты, выращенные на родной земле. Карина Трошенская, Александр Мажаров, Шестой канал. И о спорте. Футболисты Владимирского торпеда провели очередной матч первенства России. На своем поле наша команда принимала Тверскую Волгу. На матче установлен очередной антирекорд сезона. На игру пришло всего 800 болельщиков. Первый тайм владимирцы провалили. Сначала ветеран-волжан Сергей Коровушкин открыл счет. А спустя всего пять минут после удара Сергея Дрягина торпедовцы проигрывали уже со счетом 0-2. Все, на что хватило черно-белых, забить единственный гол престижа. Отличился защитник Илья Зинин. В результате Волга победила со счетом 1-2. Следующий матч наша команда проведет 28 августа на выезде. Черно-белые сыграют с лидером зоны Запад 2-го дивизиона футбольным клубом Долгопрудный. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. Если вам есть о чем рассказать, звоните нам 3666666. И вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok